МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только главные новости этого дня далее в подробностях. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Луганской области сегодня очень неспокойно. Там снова бои, снова обстрелы. Под них попала и наша съемочная группа. Что происходило на самом деле? Узнаем у Вениамина Трубачева. Веня, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, что известно на это частое ситуации в зоне АТО и что произошло сегодня с вашей группой? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, Алексей, сегодня в Луганской области действительно шли серьезные бои. Террористы обстреливали позиции украинских войск, изградов, минометов и даже самоходных артиллерийских установок. Были атакованы блокпосты вблизи таких населенных пунктов, как Крымская, Новотошковка и Горская. Вот мы как раз работали во время очередной атаки, и обстрелы были настолько интенсивны, что пришлось вместе с военными прятаться в укрытии. Вот в последние дни на этом участке фронта, стоит отметить, обстановка накалилась, боевики перешли фактически в наступление. Сейчас обстреливают даже те позиции украинских сил, которые еще буквально неделю назад считались тылом. Поэтому, когда мы сидели вместе с бойцами в подвале, у них нервы были, конечно, на пределе. Хлопцы, у меня не стекуни, клянусь честное слово, можете выросли на стекуни, а можете оставить? Но, никто не стыдит, все пойдут. Но, дайте оружие и дайте технику. Техники нет, нет техники, честное слово. Брони нет, а людей ложить так, просто так. Никто ложить не будет. Ну вот, во время такого временного затишья удалось выбраться из подвала, из укрытия. Оказалось, что снаряды разрывались буквально в нескольких метрах. Здание, это было практически разрушено. Вылетели двери, выбиты были все окна. Конечно, чудом никто не погиб. И частично осколками была даже повреждена техника, которая находилась вокруг. И вот под такими вот постоянными обстрелами сейчас бойцы там держат оборону. На Урале лежал, попало. Попал усколок от минометки. Магазин растрошило, и, соответственно, один магазин женирует. Насколько близко взрывалось? Ну, буквально рядом. Метров 15. 15 метров, как раз воронка снаряда есть. Вот, видите, дерево посекло. Я говорю, хорошо посекло. Вот от этих обстрелов пострадал и наш автомобиль. Кузов посекло осколками, разбито лобовое стекло, разрывало колесо. Вот, и за несколько минут до того, как рядом взорвалась эта мина, выпущенная боевиками, мы успели с водителем и оператором выскочить из машины. И произошло это, стоит отметить, на дороге вблизи Лисичанска, где ездит очень много обычных мирных жителей. Осколками разбила и нашу машину. Вот, нет части пары. Отлетел номер. Вот здесь осколок один зашел. И вот с этой стороны, вот, есть выходное отверстие, вот здесь вот вылетело. Поэтому можно говорить, что боевики обстреливают уж не только позиции украинской армии, но и стреляют по обычным жителям Донбасса. Причем, стоит сказать, что делают они это целенаправленно. Алексей. Веня, спасибо. Берегите себя, пожалуйста, будьте осторожнее. Это был Вениамин Трубачев. Он сейчас находится в Луганской области. Последние новости узнали от него. Уходил на фронт обычным человеком, а вернулся к киборгам из сюрреалистического мира. Сегодня ночью в Черкассии встречали защитника Донецкого аэропорта. Подробнее Станислав Кухарчук. Это видео было отснято в Донецком аэропорту в конце октября. Тогда наши ребята, рискуя жизнью, над одним из терминалов водрузили украинский флаг. Обнимай папу. Обнимай папу. Все, молодец. Хорошо. Василий Шкут – один из тех, кто устанавливал знамя. Еще несколько дней назад он только в мыслях мог себе представить, как будет с младшим сынишкой гулять по улицам мирного города. А уже сегодня ночью приехал в отпуск к семье. Первое впечатление – как будто бы попал в совершенно другой мир. Там все футуристическое такое. Там все, блин, конечно. Там все не так. Все не так. И приезжаешь оттуда, то есть на мир уже смотришь другими глазами. Реально. Реально. Ну, конечно. Аэропорт показывает, кто есть кто на самом деле. Одни ломаются, одни выдерживают. Трое детей – небольшой частный бизнес. Сперва в его налаженную жизнь ворвалась революция. Василий был активистом черкасского автомайдана. А летом, не задумываясь, пошел в военкомат. В свой первый день отпуска десантник решил сводить младшего сынишку Илью на экскурсию к майдановцам. Можно было бы днем на первом посту поставить. Если бы было бы горелка, то можно было бы готовить днем. В штабе самообороны настоящий ажиотаж. Всем не терпится задать вопрос герою. Василий отвечает – сдержанно, без лишних эмоций. Почему говорят хиборги? Потому что 12 суток мы в темноте проводим. В полной темноте. То есть ни фонарики, ни курить, ни ладошку кто курит. Самое тяжелое – это именно ночь и темнота. Василий получил целых 24 дня отпуска. Все собираются провести с семьей в Черкасах. Правда, автомайдановцам уже пообещал сегодняшней ночью выехать с ними в дежурство. А потом, после отпуска, обратно в сюрреалистичный мир Донецкого аэропорта. Станислав Кварчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкассы. И что сегодня происходило в Донецком аэропорту, в самом городе и окрестностях, мы можем узнать Руслана Смещука. Он выходит на связь с подробностями. Руслан, здравствуй. Ждем от тебя самых последних новостей из Донецкой области. Прошу. Алексей, ну вот после вчерашнего дня такой относительной тишины, вызванной так называемыми выборами в ДНР, сегодня боевики опять обстреливают и штурмуют позиции украинских силовиков. Так, под Горловкой они при поддержке танка и нескольких военных автомобилей, вот что называется, в лоб, атаковали украинский блокпост, но понесли потери и отступили. Атаковали боевики также и позиции защитников Донецкого аэропорта осколками гранаты. Там ранен один военнослужащий. Вот когда мы были в Песках, это поселок, из которого производится снабжение позиций защитников Донецкого аэропорта. Вот по сути такая дорога жизни. Так вот бойцы, которые держат там оборону, попросили передать их просьбу о помощи волонтерам. Вот в первую очередь солдаты нуждаются в дизель-генераторах, так как света в поселке уже давно нет. Найбільше нам потребен генератор, светло свое треба, обовязково. Бо був у нас новый, ну не знаю, что с ним сталося, півгодинки поробили, все. Ну вот так же активизировались разведдиверсионные группировки боевиков в тылу антитеррористических сил. Так, на днях, вот под Славянском, это глубокий тыл, боевики атаковали блокпост, там, слава богу, обошлось без жертв и раненых. А так же вот на блокпосту между Славянском и Артемовском военнослужащие рассказали нам, что последние сутки периодически наблюдают полеты беспилотников. Но вот сбить их пока у них не удается. Наш соседний блокпост обстреляли со ствольного гранатомета ВОЛ-25, ну и где-то там еще была попытка снайпера. Тоже выстрел сделал, но слава богу, что это был секрет искусственный, там стояло чучело. Беспилотники над нами пролетают, он летит на высоте больше двух километров, его достать автоматическим оружием практически невозможно. Ну вот еще раз повторюсь, это интервью нами было записано в глубоком тылу. Так вот, так же еще хочу добавить, что среди местных жителей сейчас распространена такая информация, что якобы боевики со дня на день могут перейти к активным наступательным действиям. И вот многие люди за кадром рассказывали нам, что уже сложили вещи и готовы бежать при звуках первой стрельбы. И вот правда это или нет, станет ясно в ближайшие несколько дней. Алексей? Тревожные слухи, конечно. Спасибо, Руслан, за работу. Это был Руслан Смещук с последними новостями из Донецкой области. В Луганске нет света, в Донецке пропадает связь, люди без денег и часто прячутся в подвалах. Вот что нам рассказали жители оккупированного региона. Давайте послушаем. Донецк Громко сегодня в Донецке. Работает артиллерия опять, минометы. Ну, градов не слышал. Минометы в основном что-то некрупного калибра. Сейчас все боятся каких-то провокаций, потому что здесь в Донецк стянуто очень много вооруженных сил Российской Федерации. Ходят слухи, что они будут ликвидировать местных здесь ополченцев, потому что у нас сейчас здесь фактически Махновщина. То есть куча командиров, которые не особо подчиняются какому-то общему центру, и поэтому у них периодически между собой какие-то разборки. И тут бои за аэропорт, работа тяжелой артиллерии. Много появилось в городе казаков. Ну, это люди, которые с такой своеобразной манерой одеваться, и своеобразные такие кубанки, шапки с красным верхом. Их нельзя ни с кем спутать. Они просто с вещами. Все это по некоторым районам нет. В Луганске вроде как тишина, но где-то в области тоже громыхали взрывы. В районе 60 километров от Луганска, и оттуда люди бежали тоже в Луганск. Вообще все. По домам. Ну, за сват, как повезет. Либо париком, либо деньгами. За деньгами редко кто платит. В СБУ сообщили, что уже известны организаторы вчерашнего теракта на одном из блокпостов Мариуполя. Это главари боевиков с позывными «Сват» и «Чехов». А исполнитель – замкомандира одного из подразделений так называемой армии ДНР с позывным «Гюрза». Он уже задержан. Больше об этом узнаем у Людмилы Горбач. Она сейчас в Мариуполе. Людочка, здравствуй. Что тебе известно о взрыве? Алексей, сегодня в Мариуполе и в его окрестностях тихо. Впервые за несколько дней. Мы были в больнице скорой помощи. Накануне сюда привезли раненых на блокпосте после взрыва легковушки. Один погиб, второй выжил. А вот водитель, начиненный взрывчаткой машины, уже не в больнице. Его степень была легкая степень тяжести. У него были многочисленные осколочные ранения в верхних и нижних конечностях. Им занимаются компетентные органы. На передовой бойцы продолжают держать свои позиции. Мы говорили с бойцами 9-го батальона территориальной обороны. Говорят, очень помогают волонтеры. И теплыми вещами, и даже буржуйками. Но к праздникам вернуться домой было бы неплохо. Ну, кто что присылает. В основном еда приходит, теплый одяг. Ну, також берцы приходят. Кому что там нужно? Передаем Виннице огромное привет. Дякуем вам за то, что вы нам допомагаете. Верите в нас. Перемога будет за нами. Слава Украине! Ребята говорят, вернуться домой придется походить по чиновникам. Нам они показали свои справки. Оказывается, часть тех, кто служит здесь, не участники антитеррористической операции. По документам они приехали сюда в обычную служебную командировку. Хотя все здесь выполняют одни задачи. По документам мы вообще проходим. Я же говорю, мы стоим в Артемовске. Мы не стоим в линию фронта, а то не защищаем. Мы не участники, а то мы просто как нам сказали мобилизованное быдло. Недавно на одном из блокпостов вблизи Мариуполя погиб военный. Теперь его жена и дети один на один с проблемами. Погибший по документам был именно в командировке. А недавно вдова еще и без работы осталась. Уволил мы ее главврач Наталенко Николай Сергеевич. У нее сейчас двое детей, которые остались без отца. Глубные, да. 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 Товарищи погибшего собирают помощь семье. А когда вернутся с фронта, намерены привести в порядок все документы и разобраться в ситуации. Алексей? Нужно будет и нам помочь разобраться. Вопиющий случай, конечно. Люда, спасибо за работу. Это был, с нами на связи был Мариуполь и Людмила Горбач. Их показывают по российскому ТВ и представляют международными наблюдателями. Кто эти люди, откуда и что они наблюдали на так называемых выборах, так называемых ДНР и ЛНР. О том, чем они прославились у себя дома, подробнее София Гордиенко. Приехавшие в ДНР европейские политики настолько видны яркие личности, что только показав их по российскому телевидению, сайтов тут же убирают видео. Еще бы, сторонники свобод ДНР и ЛНР имеют на родине сомнительную славу. Вот портреты лишь некоторых из них. Серб Владимир Крышлянин, бывший защитник Слободана Милошевича, антиевропеец и пропутинец, поборник православного мира во всем мире. Бельгиец Франк Крейльман, ультраправый член партии «Фламандский интерес», требующий амнистии для лиц, сотрудничавших с гитлерской Германией. Ну и мой любимый персонаж-автыец Эвальд Штадлер. Мало того, что за каждым углом нему мерещится костлявая тень газдепа, нападающего на Россию, так этот человек еще и смог создать в свое время комитет памяти вермахта. А на выборах на оккупированных территориях он придумал альтернативную ОБСЕ новую структуру. АБСЕ. То ли агентство, то ли ассоциацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Так до конца никто и не понял. Очень странно. Согласно кремлевской версии, ему бы скорее быть на стороне Киева, то есть фашистствующих жидобандеровцев и карателей. Но нет же, Штадлер давно и преданно любит Путина. Был на выборах и Жан-Люк Хавхойзе, евродепутат от крайне правого французского национального фронта, и немец, главред, опять же, крайне правой газеты Зюст Мануэль Оксенрайтер, ну и знаменитый Йоббик, венгр-анархист. В общем, собрался ультраправый паноктипкум. Про-фашисты наблюдали за антифашистскими выборами. Но российская пропаганда почему-то этого не заметила, и нарушений не обнаружили. Но странное дело, европейская пресса, которая без особого внимания отнеслась к такому важному событию, почему-то все равно назвала волеизъявление профанацией. Может, и здесь не обошлось без потку по газдепам. А если кроме шуток, то после этих якобы выборов аналитики прогнозируют ухудшение отношений между Европой и Москвой. Причем в этот раз надолго. София Гордиенко, Василий Трушковский, Европейское бюро телеканала Интер. А в Москве страшный сон кремлевских функционеров. Социальные протесты. Еще не бунты. С какими лозунгами, с какими требованиями и против кого, расскажет Данил Русаков о Москве. Митинг пока с политичной повесткой, но зато самый массовый. За последнее время с участием работников социальной сферы протестовать на улице Москвы вышли врачи. Официально заявленное мероприятие власти долгое время отказывались согласовывать. Ну а в канун проведения демонстрации сделали все, чтобы сократить количество участников. Многие сегодня прийти не смогли. Не смогли прийти потому, что департамент здравоохранения устроил сегодня лицемерный праздник, День здоровья. В пасмурную погоду на улице города вышли в среднем от 4 до 6 тысяч человек. Хотя организаторы подавали заявку всего на одну тысячу. Многие федеральные СМИ мероприятия проигнорировали. Среди надписи на плакатах были и такие. Деньги на медицину, а не на войну и Вова не лечится. Причем, по словам участников, и пациентов, и медработников оказалось примерно поровну. Причина протеста это урезание финансирования социальной сферы, неутешительные экономические прогнозы, падающие курсы рубля, и еще колоссальные расходы на армии. Как итог, повальные сокращения почти везде. Городские власти планируют закрыть единственный для нашего и соседних районов роддом номер 10. Вместе с работающей внутри него женской консультацией. Массовые сокращения врачей идут в диагностическо-клиническом центре номер 1. О том, что протестные настроения в обществе могут нарастать, накануне в эфире «Дождя» говорил в прошлом близкий к Кремлю политтехнолог Глеб Павловский. Опасно создавать для лидера такую ситуацию, где надо выбирать между ним и гречкой. С гречкой будет на самом деле действительно все хуже, с деньгами в системе точно будет хуже. Откуда взять деньги, чтобы всех успокоить? Пожалуй, сегодня это самый насущный вопрос. И на него уже кажется готов ответ. Это показатели валютного курса. Доллар почти 43 к одному деревянному евро практически уже 54. И тенденции к снижению в ближайшее время экономисты не видят никаких. Так что Вова, видимо, и вправду не лечится. Данил Рузаков и Виталий Коваленко. Московское бюро. Телеканал Интер. С правом переписки и почти без права ответа. Ривненский пенсионер уже 14 лет пишет письма Путину с требованиями. Адресаты у него есть и в Украине. Чего хочет дедушка, знает Инна Белецкая. Россия должна вернуть украинцам потерянные вклады Сбербанка. В этом ривненский пенсионер абсолютно уверен, решил не ходить вокруг да около, а писать прямо Путину. Впервые в 2000-м. Кремль, Москва, Путину. Про то, что повернув нам заощаджения, которые были пограбованы 3 сечня 1991-го года. 84,3 миллиарда союзных грабовцев. Перерахунку по академику Игоря Рафаиловичу. Это складалось 150,5 миллиарда долларов. Ответ пришел только в этом году и вот какой. Еще 1992-го года была народа всех республик и поделили борги так, что внутренний борг России – это проблема России. Внутренний борг Украины – это проблема Украины. Тем не менее, Василий Цинков уверен, на место президента России поставит Европейский суд. Уже готовит обращение. Пока суд до дела, пенсионер решил взяться за украинское правительство. Подняли тариф на воду на 113%. Понадо 113%. И на 60, на 70. Но самое главное, что порушили три закона. Закон про житлово-коммунальные послуги. Порушили постанову Кабинета Министров номер 630. И самое страшное, порушили Конституцию, несколько статей. Чтобы хоть как-то повлиять на правительство, Украинский пенсионер подал на премьера Печерский суд Киева. Требует отмены повышенных тарифов и реформы ЖКХ. Правда, эксперты сомневаются, что пенсионер добьется своего. Это первое, все вопросы, связанные с инфраструктурой. На сегодняшний день приблизительно 70% труб, которые мы имеем, они смешены, их нужно изменять. И ясно, что в целом государстве, или прямо через тарифы, или через податки в каком-то другом варианте, нужно будет платить за замену этих труб. А юристы говорят, что пенсионер, подавая в суд, ошибся с инстанцией. Такие дела – компетенция окружного админсуда. Моя быть заявка належным чином подготовлена, мое быть, соответственно, вказано в суд, который справедливо может взять такую справу, и особа, до которой предъявляется претензия. У этого человека еще есть шансы это сделать, потому что срок, верный до суда в таком случае, есть 6 месяцев. Василий Цинко планирует исправить ошибку и дальше судиться с правительством. Он говорит, хоть кому-то нужно это делать. И делать предметно. Инна Белецкая, Николай Васильев, подробности, телеканал Интер, Ривне. С чешскими скорпионами и целым арсеналом трое разъезжали по Закарпатью. Были у них и удостоверения бойца АТО, и сотрудников антикоррупционного бюро. Кто же они на самом деле, узнавала Марина Коваль. Вот этот белый микроавтобус с транзитными номерами вызвал подозрения у мукачевских милиционеров. Засекли его в районе элитной застройки города. Остановили, пассажиры нервничали. При досмотре у одного нашли пистолет Макарова. А в самом микроавтобусе сумки с патронами, ножами, балаклавами и военным биноклем. Один из пассажиров представился бойцом милицейского батальона спецназначения «Киев-2» и заявил, арсенал – это его трофей из зоны АТО. Двое других показали удостоверение членов антикоррупционного бюро «Тризупсич». С их слов, значит, они приехали придбать автомобиль в зону АТО. Однако их версия неправда подобна, поскольку грошей у них такой суммы на автомобиль, для покупки автомобиля не было. Скорее всего, ребята готовились к разбойным нападениям, пока это основная версия милиции. Один из тех, кто назвался бойцом, вовсе и не боец, вообще в зоне АТО не был. Три месяца был рядовым патрульно-постовой службы, а в октябре уволился. Второй тоже, ну, совсем не борец с коррупцией, а рецидивист. Недавно освободился, отсидел семь лет за торговлю наркотиками. Но вот откуда у них оружие, в милиции пока не знают. Пистолет Макарова в магазинах не продают. А пистолет Скорпион вообще в страну могли завести только нелегально. Эксперт говорит, из-за войны оружия на руках будет все больше. И неизвестно, кто, когда и с какой целью пустит его в ход. Вот сегодня в Днепропетровске бывшие военные из зоны АТО бегал по городу с автоматом и беспорядочно стрелял. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер. О том, что внутри партия воли есть некие разногласия, стало ясно из соцсетей и интернет-СМИ. Сначала часть членов полицовета партии заявили, что разочарованы сотрудничеством с Самопомичем на выборах и анонсировали создание отдельного объединения из прошедших в парламент кандидатов от воли. Другой лидер партии, Егор Соболев, разразился таким скорбным постом на своей странице в Фейсбуке. Впрочем, реакция интернет-сообщества была неоднозначной. Многие предъявили претензии к самому Соболеву. Мол, пытается слить партию в Самопомич, с лидером которой он тесно связан. И пытался дважды, и это за пределами порядочности. Комментировать нам свою позицию Егор Соболев сегодня не стал. Позже Юрий Деревянко пояснил, что новыми перебежчиками, тушками члены воли не будут. У нас есть несколько депутатов, наших партийцев, которые будут депутатами в фракции Самопомич. Есть кандидаты, которые сейчас так же будут в список Народного фронта. И все наши кандидаты будут в этих фракциях, это безумовно. Но политологи говорят, такой вынос ссоры из избы это следствие того, что блоки формируются исключительно под выборы. Это минус вот этих ситуативных партий, которые формируются накануне выборов. И у которых нету длительной истории партийной, какого-то опыта. И которые избраны в Верховную Раду, причем с очень приличным результатом, исходя из вот такого императива. Новые лица. Понимаете, это тоже как-то ненормально вообще-то, когда избиратели голосуют только за новые лица. А какие это лица? Правильные, неправильные, опытные, неопытные. Внутри партия воли сейчас вряд ли будет спокойствие. Одна ее часть хочет самостоятельного развития, в том числе и на местных выборах. Другая чуть ли не слияние с Самопомичем Садового. Оппоненты обвиняют друг друга в узурпации власти и рейдерстве. Политологи склонны считать, что такая же ситуация будет характерна для нового парламента. В большей степени, чем для предыдущих созывов. Максим Кошлев, Геннадий Аникеенко. Подробности телеканал Интер. Чем России Стив Джобс не угодил и угодит ли американцам Хилари Клинтон? У жены бывшего президента далеко идущие планы. Об этом и о многом другом во второй части подробностей. Ссор из европейской избы. В Великобритании намекнули, что ЕС и без нее проживет. Грехи Ольберта. Судебные жернова перемалывают экс-премьера Израиля. Америка. Накануне выборов промежуточных. Обновляется состав обеих палат Конгресса. Что и сколько уйдет от демократов к республиканцам? И кто может стать лидером демократов? Из Вашингтона Дмитрий Еловский об основных интригах промежуточных выборов в США. Так было заведено еще отцами демократии. Выборы здесь всегда проходят не в выходной, а в первый вторник ноября. Интерес у избирателей нынешняя воля изъявления не вызывает. Хотя, надо сказать, в СМИ это самая главная тема в последней неделе. И все прочи демократам проигрыш в битве за Сенат. Напомню, палату представителей и сторонники Обамы уже давно не контролируют. А вот отдать Сенат значит войти в эпоху застоя. Минимум на два года до следующих президентских выборов. Обама, тут говорят, станет хромой уткой. Это специальный термин в Америке означает избранного политика, который лишился всей политической силы. Действительно, функционировать в условиях, когда обе палаты держат оппозиционера, будет крайне сложно. С одной стороны, в Америке такая ситуация норма. Люди просто устают от президента и это как раз происходит обычно в середине второго срока. Но с другой, такого слива позиций сразу на всех фронтах еще не было в истории. Так что практически любая инициатива Обама будет сталкиваться с уверенным отказом как в Сенате, так и в палате представителей. И тут дело, конечно же, в личности президента. У него рекордный низкий рейтинг из экономического спада из-за потери престижа на мировой арене и за спорных реформ. Вот республиканцы как раз на этом и играют. Битву за Конгресс они позиционируют практически как вотум недоверия Обаме. А его однопартийцы в гонке, наоборот, пытаются отградиться от президента. А вот чьей поддержки демократы сейчас никак не учуяются, так это Хилари Клинтон. Пока что официальных заявлений не было, но уже понятно, что, видимо, бывшая первая леди-экс глава Госдепа поборется в завальный кабинет через два года. На этом семейственность в американской политике не заканчивается. Судя по всему, ей будет противостоять представитель другой известной политической династии Джеб Буш. Это младший брат Джорджа Дабу Ю Буша. Но, кстати, позиции и Джеба, и Хилари куда более центристские, чем у их родственников, которые уже успели прорвить страной. И вывод тут, конечно, очень непросто. В международной сцене ожидается, что и Хилари, и Джеб будут осторожничать. Но известно, что в Москве всегда побаивались побед республиканцев. Но именно с ними, по статистике, чаще всего и подписывали судьбоносные договоры. В Америке говорят, что республиканцы были жестче и принципиальнее, но и поэтому результативность у них повышена. Лучше всего клановость в политике США прокомментировала мать Джеба Буша, тоже когда-то первая леди. Неужели в Америке не найдется других семей, которые смогли бы дать стране президентам? Возмутилась 89-летняя Барбара Буш. Однако, пока что Белый дом стремятся именно из этих, уже хорошо известных не только в самой Америке, но и всему миру семей. Такая известность, конечно, не всегда с плюсом, но решать это определенно предстоит американцам. Интер Ивовский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Ну а Украина продолжает твориться в своих выборах. Первые победители суды и окружком аутсайдер. В ряде округов все еще устанавливают результаты выборов. Где не все так гладко, как хотелось бы. Смотрим. Центр избирком назвал имена первых нардепов-мажоритарщиков. Это Ефим Звигильский и Юрий Шаповалов. Первый баллотировался по 45-му округу Донецкой области, а второй победил в 146-м. Это в Кременчуге Полтавской области. За Шаповалова отдали свои голоса почти 23% избирателей, а за Звигильского почти 73%. В новоизбранном парламенте он будет открывать первое заседание, поскольку самый старший из нардепов. Звигильскому 81%. Всего на досрочных выборах будут избраны 198 депутатов-мажоритарщиков. Предчувствие штурма зажигательные смеси под окнами окружкома. В здании прифронтового 59-го округа в Великой Новоселке уже искали взрывчатку и выключали свет. Теперь здесь появились люди в камуфляже. У здания выкладывают дрова, шины и готовят коктейли молотова. Округ единственный в Украине, где до сих пор нет 100% результата. В электронной системе выбора отсутствуют данные с 26 участков. В ночь на пятницу комиссия Великой Новоселки прекратила свою работу. Все документы, компьютеры и прочую технику, неизвестные, в камуфляже, вывезли в неизвестном направлении. Один из кандидатов обратился с заявлениями в МВД и СБУ. А Центризбирком прекратил полномочия девяти членов окружкома. Позже двое сбежавших нашлись в Киеве с частью пропавших протоколов. Сегодня обновленный состав комиссии продолжил подсчет голосов. В округе за победу сражаются самовыдвиженцы Сашко и Манько. Сразу два суда в Днепропетровске в апелляционном рассматривали дело Леонида Байсарова. Он шел по 50 округу, это Красноармейск. Байсаров требовал пересчета голосов более чем на 10 участках. Этот поход в суд не первый. На прошлой неделе кандидат уже обращался к судьям в Запорожье с тем же требованием пересчитать голоса. Отказали ему тогда, отказали и сегодня. Мы считаем, что в данной ситуации в обязательном порядке люди должны узнать правду. Таким образом, другого варианта, как узнать правду, пересчитав голоса, практически никакого нет. Практически в то же время в Днепропетровском окружном суде началось слушание дела по иску кандидата в нардепы Александра Кузьмука. Он самовыдвиженец, шел по 38 округу Новомосковск. По итогам выборов набрал около 12 процентов. Голосовый в парламент не прошел. Победителем стал Вадим Нестеренко. Его поддержали более 30 процентов избирателей. Александр Кузьмук заявляет о фальсификациях. Мол, в протоколах избирательных комиссий были ошибки. Требуют провести выборы по округу повторно. Судебное заседание продолжается уже в седьмой час. Несогласные с результатом выборов в 60 округе пытались собрать подписи против массовых нарушений. И за пересчет голосов на 10 избирательных участках. Акцию в поселке Ялта Донецкой области организовали сторонники Александра Рыженкова из оппозиционного блока. Но вмешались вооруженные люди. Журналистам под угрозой расстрела снимать запретили. Организаторов акции увезли в неизвестном направлении. Подъехали две машины. Получается, ну как обычно, без номеров. Все в камуфляже. На лице маска одета. Начали забирать у нас как бы эти бюллетени. Пропавшие активисты тоже нашлись. Оказалось, их избили. Участники акции требуют у МВД, СБУ, прокуратуры и президента разобраться в ситуации. Ольга Серова, Владимир Урбан. Подробности телеканал Интер. Буквально только что на сайте президента появилось обращение Петра Порошенко. Главная тема псевдовыборы на Донбассе и внеочередные парламентские выборы в Украине. Формировать коалицию, считает президент, должна та политсила, у которой в парламент прошло наибольшее количество депутатов. А это блок Петра Порошенко. У них 132 мандата. Псевдовыборы на Донбассе президент назвал фарсом. Мы продемонстрировали мешканцям Донецкой и Луганской областей и всему внешнему свету щире прагнение Киева до политического регулирования. Такую возможность бойовики откинули. Проведение псевдовыборов торпедовало закон и резко загострило ситуацию на Донбассе. Те широкие повновения, которые предупреждал закон, мы готовы надавать лишь легитимно обранным органам местного самовередования, а не бандитам, которые сами себя венчают на царство. И уже завтра Петр Порошенко планирует созвать заседание СНБО по поводу ситуации на Донбассе. А вот сегодня президент учредил Орден Героев Небесной Сотни. Награду будут вручать за мужество, патриотизм и отстаивание конституционных принципов демократии, проявленной во время революции достоинства. А награжденных назовут рыцарями Ордена Героев Небесной Сотни. Авторы эскиза знака Львовяне Тарас Возняк и Константин Ковалишин. Санкции против России. Экс-канцлеры Германии против канцлера нынешнего. Татьяна Лагунова узнавала, кто в Германии ностальгирует по прошлому, когда с Путиным было все в шоколаде. Санкции против России не только не отменят, наоборот, могут еще и новых добавить. Это реакция Германии на признание России псевдовыборов на Донбассе. Позиция Берлина четкая. Вчера были нарушены Минские договоренности и Конституция Украины. И Ангела Меркель не раз предупреждала Путина, реакция будет именно такой. Несмотря на критику, которая звучит в адрес российской политики канцлера, она есть. Свежий пример – политический отец Меркель, канцлер немецкого единства Гельмут Коль. Сегодня он представил публике свою новую книгу и отдельный пассаж посвятил украинско-российскому конфликту. Гельмут Коль, при котором Россию приняли в большую восьмерку, считает ее исключением из элитного клуба ошибкой. Мол, Евросоюз и США могли бы действовать умнее. С этим согласен и его друг Михаил Горбачев. В интервью одной из газет он заявил – сейчас Европа не свободна. Свою волю ей навязывают Соединенные Штаты, которые диктуют новый мировой порядок. Санкции – тоже ошибка. Зачем, мол, демонизировать страну, с которой все равно придется говорить. Кроме того, как бы это ни было трудно, Западу необходимо принять реальность. То есть воспринимать Крым как часть России, считает Горбачев. Интервью Горбачева в Германии еще не читали, а вот Куле уже ответили. Его однопартийцы – христианские демократы. Россию никто не изолировал. Она сделала это сама. Татьяна Лугнова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Выход из кризиса в Европе сегодня искали в Вене. Экономисты и бизнесмены Европы, Украины и России. Это второй круглый стол на тему «Украина в Европе – мир и развитие». Обсуждали перспективы создания единого экономического пространства. Говорят, именно после открытия границ для торговли Франция и Германия стали друзьями полстолетия назад. Надеются, этот принцип поможет и сегодня. Если все стороны будут связаны экономически, любая война будет невыгодна. Председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ говорит, Украина может стать лоббистом этого процесса. Было бы хорошо объединить возможность, скажем, таможенного союза Украины и Евросоюза. То есть получить технологии, получить инвестиции и денег, получить ресурсную базу, получить транзитную базу. И таким образом это все объединить. И это нам даст создание рабочих мест. Намного умнее торговать друг с другом и зарабатывать деньги. Самое глупое – стрелять друг в друга. Неумно делать замороженный конфликт. Это районы крайней бедности. Российские экономисты признают, раньше Москва была оптимистична в своих прогнозах. Мол, санкции ее не коснутся. Но российский бизнес уже почувствовал их на себе. И если верить новым прогнозам европейских экспертов, то рост ВВП в следующем году будет у России около ноля. Поэтому российский бизнес тоже ищет выход и ждет шагов от официальной Москвы. Мы ощущаем реально, что санкции влияют на макроэкономическую ситуацию. Санкции бьют по всем компаниям, по всем секторам экономики. Сегодня практически на панели находили все – и европейцы, и россияне, и мы. И у нас не было никаких вопросов. Мы сидели, разговаривали, говорили на одном языке и обсуждали одну и ту же самую проблему, потому что она касается всех. Точка невозврата. За что Великобританию могут исключить из Евросоюза? И кто ей этим угрожает? Светлана Чернецкая передает из Лондона. Либо играйте по правилам, либо уходите из игры. Это впервые Великобритании дали понять, что Евросоюз может обойтись и без нее. Главная новость сегодняшнего дня здесь – жесткий ультиматум Германии. Будто бы канцлер Меркель сказала премьеру Кэмерону, что лучше уж Великобритания покинет ЕС, чем будет диктовать свои миграционные правила. Несмотря на то, что информация недостоверная, опубликована со ссылкой на источники немецким журналом «Шпигель», здесь ее восприняли более чем серьезно. Давно известно, что антиевропейские настроения в стране растут, консерваторы теряют позиции, а выборы уже весной. Так что в попытке привлечь избирателей, евроскептиков, Кэмерон все меньше идет на уступки ЕС и выставляет все больше требований. Главное из них касается свободы перемещения в границах ЕС. А если сказать простыми словами, Лондон уже не справляется с количеством мигрантов, которые приезжают вроде бы на работу, но потом просто садятся на шею налогоплательщикам. Благодаря здешней системе пособий по безработице, одной из лучших в мире. Британский премьер предлагал ввести квоты на неквалифицированных мигрантов, на что вроде бы услышал жесткое «Найн» фрау Меркель. Такой пинок от Евросоюза очень выгоден партии британских евроскептиков «ЮКИП». И там не могли упустить столь благодатную почву для пиара в преддверии выборов. Теперь мы все европейцы, и мы не можем поменять правила получения пособий для мигрантов из Европы. Разве что изменим их и для британцев тоже. Так что мистер Кэмерон сейчас в ловушке. Впрочем, много здешних аналитиков склонны считать преувеличением информацию о размолвке Меркель и Кэмерона. Дескать, это обычные переговоры, и каждый делает свои ставки. А мэр Лондона Борис Джонсон, к примеру, вообще заявил, что немецкий канцлер глифует. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала «Интер». В Эмиратах дожили машины такси, сплошные «Феррари» и «Ламборгини». И пока в Украине свергают Ленина, то в России валят Стива Джобса. Смотрите обо всем этом в нашем обзоре. В Санкт-Петербурге демонтировали памятник Стиву Джобсу. Это произошло после того, как нынешний глава корпорации «Эппл» Тим Кук признался, что он гей. В России посчитали. Теперь статуя айфона – пропаганда гомосексуализма. Памятник убрали по инициативе главы корпорации «Западноевропейский финансовый союз» Максима Долгополова. Он же призвал россиян отказаться от гаджетов «Эппл». В Германии похитили ворота концлагеря «Дахау» со знаменитой надписью «Arbeit Macht Frey», то есть «Труд освобождает». Полиция подозревает кражи – дело рук неонацистов или коллекционеров. В Германии преступление уже назвали позором. «Дахау» – один из первых концентрационных лагерей в Германии, и один из самых ужасных. В нем нацисты проводили медицинские эксперименты над людьми. В Северной Корее мода есть. В этом убедился фотокор из Сингапура Арам Пан. Получив беспрецедентное разрешение от МИДа закрытой страны, фотокор снял дефиле в Пхеньяне. Оказалось, местным красавицам разрешено надевать яркие одежды и носить брюки. А еще показ в Пхеньяне проводят регулярно, и это уже 12-я выставка мод. Если мужской гардероб в Северной Корее не меняется, то женская одежда становится более смелой, отметил фотокор. Стрижку для смельчаков предлагают во Вьетнаме. Местный парикмахер Гоэн Хуан Хун создает прически с помощью длинного японского меча катана. Орудует им вместо ножниц. Долгое время мастер тренировался на бесстрашных клиентах с длинными волосами. Только теперь рискнул подстригать короткие волосы. Все клиенты Хуна довольны. Никто не пострадал. Австралийка Амина Харт влюбилась в донора спермы. В 42 женщина стала матерью с помощью искусственного оплодотворения. У Харт родилась дочь. Позже она захотела узнать, кто отец ребенка. Предполагаемого донора вычислила в интернете. С фермером Скоттом Андерсоном у Харт завязался роман. Ради новой пассии мужчина даже расстался со своей нынешней возлюбленной. Бесплатно прокатиться на Ламборгини, Роллс-Ройсе или Феррари можно будет в Объединенных Арабских Эмиратах. С середины ноября в Дубае будет работать бесплатная служба такси, в автопарке которой исключительно дорогущие родстеры. Акция временная. Но закупка летных спорткаров для нужд полиции, скорой помощи или же пожарной службы в Эмиратах – обычная практика. Приговорен за взятки, а теперь вот новое дело. Что еще могут повесить на бывшего премьера Израиля и кто из его близких готов это сделать? Подробнее Сергей Ауслендер из Иерусалима. Так уж устроена израильская судебная система, стоит один раз попасть в ее жернова и так просто уже не выберешься. Когда в марте этого года бывшему премьер-министру Эхуду Ольмерту вынесли приговор 6 лет лишения свободы за взятки, казалось, все, дело закрыто, но не тут-то было. Следователи буквально вцепились к бывшего главу правительства мертвой хваткой. Одним из главных свидетелей на процессе была Шула Закин. Некогда глава его канцелярии, она считалась самым доверенным лицом Ольмерта. Поговаривали даже о каких-то неформальных отношениях между ними, но вот эта сюжетная линия развития на процессе как раз не получила. Теперь Закин, которая и так, можно сказать, сдала своего бывшего шефа с потрохами на суде, снова дает против него показания. Оказалось, что во время расследования она стала записывать тех разговоры, которые они вели по мобильному телефону. И выяснилось, что Ольмерт сначала уговаривал ее не давать против него показания, что называется, по-хорошему, а потом стал намекать, что ее за это могут убить. Почему Закин сразу не обратилась в полицию, непонятно, это еще предстоит выяснить следствием, но пока ей гарантировали защиту, а против Ольмерта начали новое расследование. Его могут обвинить в создании помех следствию. В Израиле по закону, если этим занимается чиновник, используя свое служебное положение, то ему грозит лишение свободы. Так что вполне может статься, что бывший премьер-министр, а ныне осужденный Эхут Ольмерт, проведет в тюрьме не 6 лет согласно предыдущему приговору, а гораздо больше. Дело в том, что Верховный суд пока оставил его на свободе до рассмотрения апелляции по предыдущему делу. Сергей Услейдер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Это были подробности понедельника. Хотите узнавать все первыми? К вашим услугам наш сайт, его адресы, контакты в соцсетях вы видите на экране. Я прощаюсь с вами. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин